Тема сегодняшнего вебинара «Вопрос 30 по классификации ЕГЭ 2020 года». Проведет вебинар Владимир Николаевич Доронькин, кандидат химических наук, автор пособий нашего издательства. Материалы сегодняшней встречи, а это презентация и видеозапись будут размещены на нашем сайте на странице вебинара сегодня по завершении вебинара. Уважаемые участники, если у вас возникают вопросы к лектору, пожалуйста, задавайте их в чат. А я желаю всем успешной работы и передаю слово нашему лектору. Добрый день, коллеги! Поздравляю вас всех с наступившим новым учебным годом. Желаю здоровья и надеюсь, что все у нас с вами будет в этом году благополучно. И у вас лично, и у ваших учеников. Значит, сегодня у нас с вами вебинар, посвященный отечественным восстановительным реакциям «Вопрос 30 по спецификации ЕГЭ». Но начать работу я сегодня хочу с того, чтобы показать еще раз вот эту книжечку. Книжечка называется «Химия. Тематический тренинг. Ступени к ВПР и ОГЭ». 8 класс. Дело в том, что вчера на сайте ФИОКО повесили демоверсию ВПР 8 класса, которая будет проводиться, по-моему, 28 или 26 или 28, чтобы не соврать, коллеги, апреля. То есть у нас с вами 3 месяца на подготовку. И, значит, я книжечку показал. То есть в этой книжечке достаточно большой, ну, книжка написана нами, то есть вы можете примерно оценить, как она будет построена. В ней приводится достаточно большое число упражнений для построения атома по химической связи, по решению задач на растворы, на молекулярную массу, на процентное содержание элемента в формуле, классификация веществ. То есть вот вопросы, которые, ну, традиционно должны хорошо отрабатываться. И единственное, ну, в этой книжечке чего нет, это вопросов, связанных с понятием «химический элемент». Ну, эти вопросы, ну, каким-то образом мы сделаем. И для того, чтобы помочь вам подготовиться, я рассчитываю, мы начали эту книжку делать немножко раньше, мы рассчитываем, что где-то в районе 15-20, 15-20 февраля из печати выйдет книжечка «Подготовка к ВПР для 8 класса, коллеги». Ну, а теперь переходим. А, еще был одно, один вопрос был, да. Значит, был вопрос в книжке ЕГЭ-30 2020 года, в 30-м вопросе, там в одном из заданий приводится формула щавелевой кислоты, которая может реагировать с пермагонатом калия. Значит, коллеги, на вопрос о том, может быть такая реакция или не может быть, мы с вами узнаем только тогда, когда откроем пакеты. С моей точки зрения, если человек научился это делать, а мне все равно такую реакцию надо научиться писать, ну, хотя бы для вопроса 33-го, то эти знания и навыки лишними не будут. Ну, пакеты это теперь распечатывают. Раньше Каверина Аделаида Александровна говорила, откройте пакет и узнаете. А теперь, когда пакеты распечатают, детям положат на столы, тогда мы с вами узнаем содержание этой работы. Значит, ну и теперь, каким образом я спланировал сегодня наше с вами занятие, ну, наш вебинар. Я, ну, вернее, не один я, а мы подумали, Бережная, Февралева и я, мы приняли следующее решение, что мы будем разбирать окислительно-восстановительные реакции по свойствам некоторых самых важных окислителей. Перманганата калия, соединение хрома плюс 6, серной кислоты, азотной кислоты и соединение трехвалентного железа. Это как раз, ну, вот, объем, который будет. И показывать единый подход при осуществлении этих преобразований. Лариса Викторовна, пожалуйста, первую презентацию запустите. Значит, ну, традиционно я показываю, что для того, чтобы готовиться к экзамену ЕГЭ, у нас есть комплект справочников, есть тренировочные тетрадочки. Тетрадочка по органике обновлена, вот она сейчас будет вам нужна. И есть сборник расчетных задач для ЕГЭ и ОГЭ. Тематический тренинг, задание высокого уровня сложности и задание 30 тестов ЕГЭ-2020. А сейчас вот здесь нужно щелкать. Не хочет отзываться. Где? Не пошла. Не пошла стрелочка вправо моя. Я помню, что должна была пойти. Не хочет. Сейчас. Пошла. Значит, коллеги, начиная. Значит, книжки я показал вам, теперь начинаем. Для того, чтобы облегчить учащимся изучение этой темы, мы, ну, это действительно удобно, мы полагаем, что можно пользоваться вот такими паучками. Значит, перманганат калия самым может проявлять окисительные свойства как в кислой, так в нейтральной, так и в щелочной средах. В кислой среде перманганат катионный марганец из степени окисления плюс 7 переходит в степень окисления плюс 2, в нейтральной степени окисления плюс 4 и в щелочной степени окисления плюс 6. Ну, здесь написаны продукты, которые образуются именно из марганца и какие-то еще будут образовываться вещества. Для того, чтобы составлять уравнение реакций, тоже важным элементом, хотя его очень тяжело систематизировать, коллеги, нужно понять, каким образом могут изменяться восстановители. И вот мы написали, что восстановители, ну, вы знаете, это общеизвестные хорошо факты, и школьники все их знают, что восстановителями могут быть элементы в низшей степени окисления. Это всегда будут металлы, металлы будут только восстановителями. И это могут быть анионы различных элементов, например, хлорид, бромид, ядид, анионы, сульфид, анионы. Сульфид, анионы, в зависимости от окислителя, с которым они реагируют, и условий проведения реакции, могут переходить в простое вещество серу, переходить в степень окисления плюс 4, и известно даже несколько реакций, в которых переходит в степень окисления плюс 6. Пероксид, нет, оксид ионы могут отдавать электроны и переходить, выделяться свободный кислород. И нитрид ионы могут окисляться до азота, а могут окисляться при каталитическом окислении до степени окисления плюс 2. И фосфор из фосфида неонов всегда переходит только в степень окисления плюс 5. Есть и элементы в промежуточной степени окисления. Это могут быть простые вещества, а не металлы. Здесь систематизация практически очень затруднена, но мне не удалось, во всяком случае, ее сделать. Нужно учить химические свойства этих веществ. С другой стороны, сера плюс 4 может переходить в степень окисления плюс 6. Пероксид, а неоны, кислород из степени окисления минус 1, может переходить в молекулярный кислород, выделяться в виде молекулярного кислорода. Азот из степени окисления плюс 3 наиболее часто переходит в степень окисления плюс 5. Двухвалентный железо и хром переходят в трехвалентное состояние очень легко. Они же могут переходить в шестивалентное состояние в щелочных средах. Железо плюс 3 и хром могут переходить тоже в шестивалентное состояние. И одновалентная медь может переходить в медь степени окисления плюс 2. Но это вот такая схемка, ее очень тяжело коллеге собирать и систематизировать. И теперь начинаем разбирать задание, которое у нас с вами здесь есть. Пусть будет формулировка приблизительно такая, как в вариантах ЕГЭ этого года. Из предложенного перечня веществ выбрать два вещества, между которыми протекает окислительно-восстановительная реакция, определить образующиеся продукты реакции. Это формулировка прошлого года. Составить уравнение электронного баланса, указать окислитель-восстановитель. И для того, чтобы пояснить, что мы увидим, укажите изменения, которые будут протекать в этой реакции. Первое, что мы делаем, когда выполняем задание 30-е, мы обязательно переводим название, записываем в виде формулы. Вот я их записал. Обязательно выставляем степень окисления. Но ребенок, который уже в состоянии выполнять такое задание, то он уже знает, что перманганат калия всегда будет только окислителем. Сера в степени окисления плюс 4 будет преимущественно восстановителем, но известно три реакции, когда она проявляет свойства окислителя. Калия, аж и вода – это будет среда, как правило, среда. Серная кислота, если она концентрированная, то в степени окисления плюс 6 она будет окислителем, сера. А если эта кислота разбавленная, то она будет выполнять функцию среды. И вот поэтому задача состоит в чем? Чтобы тот окислитель, который у нас есть, подобрать для него восстановитель и разобраться, какие будут образовываться продукты в различных средах. Показываю, как это будет выглядеть. Для того, чтобы схемку, которую я показал на первом нашем слайде, я ее вот здесь все время на всех слайдах буду показывать. Значит, перманганат калия, степень окисления плюс 7, серно-кислая среда, среда кислая, значит, должен образоваться катион двухвалентного марганца, конкретно марганец СО4, потому что среда СО4. Также будет калий-2СО4 и вода. Сегодня такие задания, это будет называться марганцевый набор в кислой среде. Теперь я думаю, во что будет переходить восстановитель натрий-2СО4. Значит, серая степень окисления плюс 4, у нее, в принципе, единственный вариант как восстановителя, перейти в степень окисления плюс 6. Вот мы составили с вами наметки, наметку схему окислительно-восстановительной реакции. И теперь начинаем ее, эту схему, начинаем, ну, составляем уравнение электронного баланса. Поскольку все уже было готово, то мы выписываем эти ионы, считаем число отданных и принятых электронов и переносим коэффициенты. Когда переносим коэффициенты? Правило коллеги такое. Обязательно нужно перенести все полученные коэффициенты. То есть перед перманганатом ставлю 2, перед сульфитом натрий... Ой, коллеги, здесь должна быть цифра 2, а здесь должна быть цифра 5. Господи, да что ж... Ой, когда же я перестану ошибаться? 2 и 5. Вот здесь должна была быть цифра 2, а здесь должна быть цифра 5. Значит, 5. Перед перманганатом, перед марганцем двухвалентным ставим 2, перед сульфатом ставим пятерку. Теперь начинаем уравнивать все остальное. Калия было слева 2, здесь ничего не изменяем. Теперь считаем общую серу. Справа у нас атомов серы 2 плюс 5... А, 1 плюс 2 плюс 5, 8. Слева уравненной серы 5, значит, до счастья не хватает, до 8, 3. Перед 2 и 4 ставим 3, и перед водой тогда тоже ставим 3. Так вот, коллеги, когда будем уравнивать, имею право, если я здесь не ошибся, вот я здесь ошибся, если я здесь не ошибся, то я имею право изменить только один коэффициент из поставленных. Вот здесь я изменил коэффициент перед серной кислотой. У меня была цифра 1, стала цифра 3, только один. Если все правильно, то дальше они будут уравниваться. Второй пример. Значит, перманганат калия будет реагировать с сульфитом натрия в нейтральной среде. Значит, из окислителя, из марганца в степени окисления плюс 7, в нейтральной среде я должен получить марганец О2, в степени окисления плюс 4, и калий ОН. Ну, сульфит, анионы перейдут в степень окисления плюс 6, сульфат, анионы. И теперь начинаем составлять уравнение электронного баланса. Значит, посчитали отданные и принятые электроны. Множители, уравнивающие множители 2 и 3. Перманганатом ставлю 2, перед марганец О2 ставлю двойку. Перед сульфитом ставим 3, и перед сульфатом тоже ставим справа 3. Теперь уравниваю атомы металлов в первую очередь. Калия слева 2, поставил 2 калий ОН. Теперь уравниваю атомы водорода. Слева водородов у меня пока 2, и справа 2. Ну и надо было по-хорошему проверить атомы кислорода, но они здесь сойдутся, коллеги. Записываю обязательно, записываю, указываю окислитель и восстановитель. Калий Марганец О4, окислитель за счет марганца в степени окисления плюс 7. Натрий 2СО3, восстановитель за счет серы в степени окисления плюс 4. Коллеги, я прошу, чтобы вы своим детям объяснили. Хотя и в инструкции, которые мы получаем накануне проверки, будет сказано, что слова окислитель и восстановитель можно указать удобным способом, любым способом, в любом месте. Эксперт должен это узнать и увидеть понятие. Но для того, чтобы перестраховаться, ну мало ли человек устал или не заметил какую-то запись, пусть ваши дети обязательно выносят. После того, как составили уравнение, молекулярное уравнение, обязательно записывают вот эту пару строчек. От этого они хуже не станут им. И, наконец, последнее, ну в этом примере последнее. Мы начинаем разбирать взаимодействие перманганата калия с сульфитом в щелочной среде. Опять, вначале составляю продукты, которые образуются из окислителя. Вот я написал калий-2, марганец О4 и вода по этой схемке. И теперь дописываю продукты, которые образуются из восстановителя. Ну здесь получается сульфат натрия. И составляем уравнение электронного баланса вначале. Потом переносим все необходимые коэффициенты. И указываем, значит, какое вещество является окислителем, какое является восстановителем. Коллеги, на стадии обучения. Естественно, что на экзамене, именно в 30-м вопросе этого делать, может быть, и не нужно. Хотя при новых формулировках, может быть, окажется и нужным. Но для того, чтобы научить ребенка, вот я специально подписываю. Был калий-марганец О4 малиновый, стал манганатый, имеют зеленый цвет. Вот теперь, значит, таким образом мы с вами отработали. Вопросы не задают? Коллеги, даже если запись не сохранится, презентации все равно остаются. И коллеги, значит, сейчас я хочу вздохнуть секундочку, потому что волнуюсь почему-то. Значит, специально вот те громадные презентации, громадные лекции, которые когда-то у меня были, двухчасовая, четырехчасовая лекция, мы разбили на небольшие кусочки. Вот здесь перманганат, калия, потом хроматы, потом еще что-то. Для того, чтобы облегчить нашим с вами детям изучение материала. Они могут находить эти презентации просто на сайте Легиона в интернете, брать именно эту презентацию и рассматривать ее, ну не слушая голос, а работая с ней, ну как с раздаточным материалом. Ну и теперь в качестве примера, второй пример в этой презентации, задание такое определить первично образующиеся продукты реакции с участием перманганата калия, составить уравнение баланса и молекулярное уравнение, указать признаки протекания реакции. Коллеги, почему я написал первично образующиеся продукты? Ну многие из вас наверняка делали реакции с перманганатом калия в щелочной среде. Так вот, образование манганата зеленого цвета можно зафиксировать только в течение буквально считанного числа секунд, потому что это вещество тоже является очень сильным окислителем и дальше происходят какие-то вторичные процессы. Но задавать-то вам вопросы скорее всего будут по первичным процессам. Вот сейчас начинаем разбирать вот эти уравнения реакции, подбирать продукты из окислителя и из восстановителя. Значит, начинаем работать. Первая у нас реакция была калий-марганец-О4 с сульфидом натрия. Поскольку написано растворы, то среда нейтральная. Составляю продукты из окислителя. Перманганат калия в нейтральной среде образуется марганец-О2 и калий-ОН. Теперь продукты из восстановителя. Сульфидонионы, в принципе, в различных средах, в различных условиях могут переходить в разные степени окисления. Но в воде это вот то, что придется ребенку дополнительно учить. Они окисляются до степени окисления 0. Ну и для того, чтобы пристроить куда-то натрий, у нас была вода, мы дописываем натрий-ОН. Ну и теперь осталось только составить уравнение электронного баланса. Коллеги, я уже уравнение баланса комментировать никак не буду, потому что здесь совсем оно простенькое. И начинаем теперь переносить цифры, которые у нас с вами были. Перед перманганатом 2, перед марганец-О2, 2. Перед сульфидом 3, перед серой тоже 3. И теперь начинаем уравнивать. Вначале катионы калия, поставили 2 калий-ОН. Катионов натрия 6 штук, 6 натрий-ОН. И теперь буду уравнивать атомы водорода, потому что проще уравнивать атомы того элемента, которые входят слева и справа только в формулу одного вещества. Значит, справа у меня калия, уравненных 2 и 6 водородов 8, перед водичкой ставлю 4. И указываю окислитель и восстановитель. Следующий пример. Тот же самый сульфид натрия. Коллеги, вот видите, только среду возьмем кислою. Значит, из перманганата калия в кистой среде получаем марганцевый набор в кистой среде. Марганец-СО4, калий-2-СО4 и водичка. Из серы, точно так же из сульфида, точно так же будет образовываться простое вещество сера. Значит, и поскольку среда была серно-кислая, то катион и натрия связываем в виде натрий-2-СО4. И теперь мы составляем уравнение баланса. Марганец принимает электроны, сера отдает и переносим коэффициенты. Перед марганцем, перед перманганатом-2, перед сульфатом марганца, опять то же самое. Ой, коллеги, на эту презентацию, если честно, я на нее смотрел, смотрел, старался, старался вроде бы все-все-все поисправить. Оказалось, что все равно допустил ошибки. Ну вот здесь нужно было вверху цифру 2, а внизу цифру 5. Значит, перенес эти цифры, поставил, когда посчитал, уравнял калий-2-СО4. 5 на 3-2-СО4 перенеслось, посчитал остатки серы. Слева серы у меня 5, справа 1 плюс 2 – 3, плюс 5 – 8. Поскольку слева было 5, то перед серой не поставил здесь еще цифру. Значит, 8-H2-СО4. Так, подождите, где же у меня это? А вот оно где было. Я запутался, коллеги, я заблудился уже. Я заблудился в своих шпаргалках. Вот здесь, коллеги, извините, чтобы потом исправить в интернете. Так, вот получилась такая картиночка. И, наконец, следующее, следующий пример. Перманганат калия. Беру восстановитель натрий-НО2 и в серно-кистой среде. Значит, записал марганцевый набор в кистой среде. Теперь буду записывать, во что перейдет восстановитель. Азот, когда будет степень окисления плюс 3, всегда переходит в азот степень окисления плюс 5. Вот мы составили этот переход. И теперь уравниваем уравнение электронного баланса. Да что у меня такое? Господи. Господи. Так, и переносим коэффициенты в молекулярное уравнение. Указываем калий-марганец-О4 окислитель за счет марганца в степени окисления плюс 7. Нитрит-восстановитель за счет азота в степени окисления плюс 3. Коллеги, вы знаете, мне почему обидно, потому что я, честно, я готовил эту презентацию в декабре месяце, потом заболел. И вот и вчера, и сегодня я ее буквально, ну мне казалось, что я ее вылизывал. Вот ставил все эти стрелочки, записывал, ну вот как наборы идут, чтобы дети могли понять, как это делают. Вот мои дети в этом году практически все вот эти стрелочки, переходы показывают, и это облегчает объяснятельную часть. И поэтому, конечно, мне очень сейчас обидно, что получается вот таким образом. Владимир Николаевич, здесь вот поступил вопрос один. Скажите, пожалуйста, если продукты неоднозначные, а в ключах у проверяющих будет один вариант ответа, как быть? Значит, остальные будут неправильные. Остальные будут неправильные. Если в прошлом и предыдущие годы мы принимали любые продукты реакции, лишь бы они соответствовали, ну не совершенно любые, то есть абракадабру, конечно, не принимали, но принимали то, что ребенок написал окиститель, восстановитель, мы принимали любой из продуктов, потому что было написано, возможно, любая из окистительных, одно из многих окистительных и восстановительных превращений. Если вы посмотрите вот нашу книжку высокого уровня сложности, там, ну, с десяток примеров, где мы приводили или, или, или возможные продукты реакции, то в этом году они резко усложнили это задание, коллеги. Это резкое усложнение, сильное усложнение. Почему? Потому что ребенок должен, вот я написал вам там перманганаткалия с сульфитом натрия, мы можем написать три разных уравнения реакции в кислой нейтральной щелочной среде. Но если я вам указал признак реакции, например, я написал, реакция протекает только с обесцвечиванием раствора, то вы должны взять только кистую среду. Только с изменением цвета раствора. Если вы возьмете мне реакцию, в которой будет образовываться марганец О2, я уже не имею права ее принимать. Поэтому вот то, что я показываю сегодня в наших, ну, я сейчас это дальше уже буду продолжать, то, что я показываю здесь, указываю, признаки протекания реакции, которые осуществляются, их нужно сделать будет обязательно, коллеги, обязательно, чтобы дети эти признаки хорошо заучивали. Именно хорошо заучивали эти признаки, коллеги. Только... Нет, в этом году, второй год уже нет, коллеги. Я уволился, и теперь второй год я уже не являюсь экспертом. Поэтому как посуществляется проверка? Я знаю хорошо, меня консультирует Александра Григорьевна Бережная, она продолжает оставаться экспертом, один из наших авторов. А я летом прошлого года уже не работал, коллеги. Поэтому могу только ругаться по старой памяти. Так, значит, теперь следующий... Ну, здесь-то хоть... Да что у меня так? Не может этого быть. Так, следующий пример. Последний, по-моему, здесь будет пример в этом задании. Да. Перманганаткали с сульфатом двухвалентного железа в серно-кислой среде. Значит, в серно-кислой среде из перманганата калия, как окислителя, мы получаем вот такой набор. Железо из степени окисления плюс 2 переходит в степень окисления плюс 3. Значит, будет образовываться феррум 2СО4 трижды. Составляем уравнение электронного баланса. Значит, множитель перманганаткалия, множитель 2, железо, множитель 5. Переносим цифры и указываем окислитель-восстановитель. И, наконец, перехожу к следующему примеру. Значит, это пример, который взят из демоверсии, коллеги. Это пример из демоверсии. Значит, нам дан перманганаткалия, гидрокарбонат, сульфид натрия, сульфат бария, гидроксид калия, пероксид водорода. И нужно составить окислительно-восстановительную реакцию, которая протекает с изменением цвета раствора. Выделение осадка или газа в ходе этой реакции не наблюдается. Стандартная фраза, может быть, все равно будет несколько реакций. И вот мы с вами, поскольку это разбирали, записываем только уравнение реакций. Перманганаткалия как окислитель, сульфид натрия как восстановитель. В нейтральной среде будет происходить обесцвечивание раствора и образуется бурый осадок. В щелочной среде будет образовываться зеленый манганаткалия. И в щелочной среде самперманганаткалия будет образовываться манганаткалия, но при этом выделяется кислород. И, наконец, сульфид натрия может реагировать с перекисью водорода с образованием сульфата натрия. Это бессветное вещество. Видите, если бы не было указано только изменение цвета раствора, то я бы выбирал из четырех возможных уравнений реакции. А теперь я жестко ограничен. Изменение цвета раствора, но осадка или газа в этой реакции не наблюдается. Поэтому мой ответ только уравнение 2. Все остальные будут считаться неправильными, коллеги. Все остальные будут считаться неправильными. Ну и теперь еще один такой же пример. Еще один такой же пример. Только я, значит, аммиак, перманганаткалия, гидроксидкалия, сульфат марганца, хлорид трехвалентного железа и нитрат натрия. И реакция будет протекать, я хочу, с обесцвечиванием раствора. То есть окиститель явно будет перманганаткалия. Но будет наблюдаться осадок и выделяться газ. Вот теперь пытаемся составить возможное уравнение реакции. Если перманганаткалия и восстановитель аммиак в нейтральной среде будет образовываться марганецо-2, аммиак окисляется до азота и образуется калий-ОН. То есть в этой реакции у меня образовался осадок и выделился газ. Окраска исчезла. То есть вот это мое уравнение. Но я мог написать уравнение реакции между перманганатом калия и сульфатом марганца. У меня бы образовывался только осадок. Газа здесь нет, но раствор все равно обесцветился. Могло бы быть в щелочной среде, вот то, что мы только что писали. И, наконец, могла быть реакция между нитратом натрия в щелочной среде с сульфатом марганца с образованием манганата калия. Но в этом случае тоже только изменение окраски раствора бы происходило. Появлялась окраска. Значит, ответ был в этом задании тоже только один, коллеги. Вот это было первое уравнение. Ну и, наконец, как всегда, завершая первую презентацию, я рассказываю, показываю вам, что вы получите сертификаты. Лариса Викторовна прокомментировала, что вы их получите в понедельник, по всей видимости, из-за сбоя на сервере. Что в этом, значит, книжке нашего издательства можно заказывать в интернет-магазине. И участники сегодняшнего вебинара получат промокод. В конце вебинара, да, в конце вебинара вы получите промокод. Чтобы это была 30-процентная скидка. То есть это, ну, заметная скидка, если даже накидку на пересылку по почте. Ну и, наконец, показываю, что у нас появилась новая книжечка. Это вот тематический тренинг. Я ее показывал в качестве подготовки к ВПР, коллеги. По этой презентации вопросы, коллеги, пока мы ее не выключили. Есть и есть. Если вопросов нет, Лариса Викторовна, пожалуйста, вторую презентацию. Вторая презентация, коллеги, будет называться. Вопрос 30. Окислительный свойство соединения шестивалентного хрома. Шестивалентный хром, когда используется в качестве окислителя, он всегда переходит в степень окисления плюс 3. В кислой среде у нас всегда должен присутствовать только дихромат калия. Поэтому он переходит в кислой среде, будут образовываться растворимые соли трехвалентного хрома и окраска из оранжевой, ну, может быть, из желтой, будет переходить в зеленую. В щелочной среде, как правило, присутствует только соединение хроматы. Они все имеют желтый цвет. И в щелочной среде будет образовываться нерастворимый осадок хрому аж трижды. Он имеет зеленый цвет. Но это цвет не ярко-зеленый, но вот как классная доска какого-то такого типа. Поэтому я написал серо-зеленый, но на самом деле вроде бы и зеленый. И, наконец, в нейтральной среде тоже будет образовываться хрому аж трижды зеленого цвета. И здесь же, поскольку это вопрос, который, ну, очень часто в задании 32-м попадается, превращение хромата в дихроматы, то есть оранжевый дихромат калия, в щелочной среде будет переходить в хроматы, все хроматы желтого цвета, а в кислой среде хроматы превращаются в дихроматы оранжевого цвета. И, ну, тоже напоминаю, вот эту... Пытаюсь, значит, определить первично образующиеся продукты реакции с участием хромата или дихромата составить молекулярные уравнения. Ну, для того, чтобы было легче работать с этой презентацией, я добавил сюда тот слайд, на котором были продукты окисления некоторых восстановителей, металлов, значит, сульфидо-неонов, оксидо-неонов, ну, вот то, что вы здесь видите, то, что разбирал в предыдущей презентации. И теперь начинаем работать. Первое задание. Дихромат калия реагирует с раствором соляной кислоты. Значит, поскольку дихромат калия, степень окисления хрома плюс 6, и он всегда окислитель. В соляной кислоте единственный восстановитель – это хлор минус 1. В кислой среде хром плюс 6 переходит в соли трехвалентного хрома, то есть хром хлор 3, ну, соответственно, плюс калий хлор плюс водичка. И восстановитель хлорида-неоны будут отдавать свои электроны и превращаться в простое вещество хлор 2. Теперь начинаем составлять уравнение электронного баланса. Значит, два атома иона хрома отдают 6 электронов, два хром плюс 3. Хлорида-неоны переходят в хлор 2, 0. Переносим эти коэффициенты в молекулярные уравнения. Вот смотрите, перед хромом поставил 1, перед хром хлор 3 поставил двойку, перед х-хлор вначале поставил 2, но поставил 3, и перед хлор 2 поставил 3. Теперь начинаем уравнивать. Слева катионов калия 2 калий хлор. Теперь уравниваю общий хлор, находящийся вправо. 2 плюс 6 – 8, плюс 6 – 14. И изменяю одну цифру, перенесенную из уравнения электронного баланса. 14H хлор. Ну, тогда записываем калий-2-хром-2-О7 окислитель за счет хрома плюс 6, и H хлор восстановитель за счет хлорид анионов, хлор в степени окисления минус 1. Следующий пример, но тоже, в общем-то, похожий. Здесь хромат калия, пусть был хромат калия, с сульфатом двухвалентного железа в серно-кислом растворе. Значит, и хромат калия, хромат, в серно-кислом растворе должен образоваться хром в степени окисления плюс 3, но поскольку среда была кислая, будет сульфат трехвалентного хрома, сульфат калия и вода. И из двухвалентного железа, когда оно отдает свои электроны, оно, конечно, перейдет здесь в трехвалентное железо. Получили вот это. И теперь начинаем подбирать, составляем уравнение электронного баланса и переносим коэффициенты. Перед хромом ставим, перед калий-2, хром-О4-2, здесь ставим единичку. Перед сульфатом двухвалентного железа поставили 6, здесь поставили 3. Уравниваем атомы калия. Слева калия 2, справа ставим 2 калий-2-СО4. Теперь считаем общее число атомов серы. Справа у меня серы. 3 плюс 9. Так, подождите. А, 2 плюс 3. 5 плюс 9. 14. Слева у меня в уравненной молекуле 6. Значит, до счастья мне не достает 8 атомов серы, 8, 8H2-СО4, ну а соответственно и 8 молекул воды. Коллеги, можно, чтобы было полегче? Можно. Я вижу, что весь кислород, который был в калии-2, хром-О4, их было 8 атомов кислорода, он весь оказывается в молекулах воды. Я поставлю здесь цифру 8, ну тогда 8H2-СО4. Как вам и вашим детям удобнее, так и считайте. Следующий пример. Пусть будет хромат калия с сульфидом натрия в нейтральной среде, потому что дополнительных указаний нет. Значит, хром из степени окисления плюс 6 переходит в плюс 3. Значит, в нейтральной среде образуется хром УАЖ трижды. Сера в степени окисления минус 2 восстановитель переходит в серу в степени окисления 0. Но дихроматы не такие сильные окислители, чтобы дальше. Значит, вот и натрий тогда по неволе должен перейти в натрий УАЖ, потому что среда была вначале нейтральная. Теперь подбираем, составляем уравнение электронного баланса и переносим коэффициенты в молекулярное уравнение. После его уравнивания получаем 2 калий-2, хром-О4, 3 натрий-2С, 8 молекул воды, 4 калий-ОАЖ, потому что было калия, 2 хром-ОАЖ трижды по балансу, 3 серы и 6 натрий-ОАЖ, потому что было 3 натрий-2С. Следующее уравнение. Следующее уравнение. Дихромат калия реагирует с ядидом натрия в серно-кислом растворе. Строим схему. Коллеги, я понимаю, что, может быть, вам уже, ну, наверняка уже кажется, что однообразные задания, но я все-таки хочу, чтобы, когда дети будут работать, чтобы они доводили вот эти повторения внутри себя до автоматизма. Значит, хром в степени окисления плюс 6, как окислитель, в кислой среде превращается в хром-2СО4, трижды калий-2СО4 и воду. Ядид ионы, отдавая электроны, будут превращаться в йод-2, простое вещество йод. Иннокатион и натрия будут связываться с анионами среды. Будет выделяться натрий-2СО4. И теперь, поэтому, составляем уравнение баланса, ну, оно стандартное здесь, и переносим коэффициенты в молекулярное уравнение. Перед хромом в обоих случаях единичка, перед едиид ионами здесь 6 натрий-йод, здесь 3-йод-2. Теперь начинаем уравнивать атомы серы. Калия-2, калия-2. Натриев было 6, надо поставить 3 на 3-йод-2СО4. Надо поставить 3 на 3-йод-2СО4. И тогда слева нужно, чтобы серы должно быть 1, 3 и 3, 7 штук, 7H2СО4. И указали окислитель-восстановитель, коллеги. Ну, пусть извиняюсь перед школьниками. Извиняюсь перед школьниками. Коллеги, это вот как раз тот случай, о котором я говорил, когда мы начинали работать. Когда ты проверяешь, когда ты проверяешь свою работу, нужно быть гораздо более внимательным, чем когда ты ее пишешь. Это, ну, к сожалению, вот вы сейчас можете получить это отрицательный опыт. Вот такие вещи и продифференцируют потом. Кто-то из вас, написав это задание, получит 2 балла, а кто-то получит только 1 балл. Хотя оба написали все вроде бы правильно. Один из вас забыл поставить тройку перед Натриев-2СО4, как я сейчас. Не переписал ее с черновика. А второй не забыл это сделать. И при проверке был более внимательным. Коллеги, вот это как раз, ну, неприятно, но получается вот так. Значит, следующий пример у нас здесь. Та же самая пара, но только в воде. Значит, тогда хром переходит в хром-ОН трижды. Йод все равно переходит в Йод-2, но в качестве среды использовалась вода, а потом будет образовываться натрий-ОН. И мы получаем вот такое молекулярное уравнение, коллеги. Значит, ну теперь, поскольку вот сами задания подобного рода мы выполнили, то есть мне кажется, что здесь достаточно примеров было приведено. Значит, дано список веществ. Сульфид натрия, бихромат калия, серная кислота, хлорид натрия, гидроксид двухвалентной меди. Выбрать реакцию, которая протекает с изменением цвета раствора. Образование осадка или выделение газа в этой реакции не наблюдается. И вот мы с вами работаем по нашему алгоритму. Перевели вначале, все названия перевели в формулы. Потом определился, какие атомы, элементы могут быть окислителем, какие могут быть восстановителем. Значит, восстановителем у меня будет сера в степени окисления плюс 4 или хлорида, неоны могут быть окислителем. Да. Значит, коллеги, этот комплекс может образовываться только если у вас будет очень концентрированный раствор калий-ОН. То есть это уже реакция другого порядка. Я смогу его растворить в высоко концентрированном растворе калий-ОН. Поэтому здесь я его так и пишу, что образуется осадок хрому-ОН трижды, коллеги. Вот. Значит, теперь он должен реагировать, потому что хрому-ОН трижды амфотерное вещество, но условия там будут. Очень концентрированный раствор щелочи. Это, ну вот, к сожалению. Значит, теперь я пытаюсь составить. Используя окислитель у меня здесь единственный, калий-2, хром-2О7. Восстановители у меня сера в степени окисления плюс 4 и хлорида, неоны. Если мы возьмем сульфид, анеон в серно-кистой среде, то у нас получается калий-2СО4, хром-2СО4 трижды зеленого цвета и два растворимых вещества. Если же я возьму эту же реакцию в нейтральной среде, то у меня образуется хром-ОН трижды зеленый осадок и бессветный раствор. Мне сказано, только изменение цвета раствора. Образование осадка и газа не наблюдалось, значит, мое вещество будет, реакция будет первая. Если бы я взял хлорид натрия в серно-кистой среде, возможно, реакция окисления с выделением хлора. Но тогда бы у меня было изменение цвета раствора и выделение газа. То есть, видите, насколько усложнилось задание по сравнению с прошлым годом. Насколько усложнилось это задание, коллеги. По этой презентации есть ли вопросы, коллеги? Если вопросов нет, ну тогда переходим на следующую презентацию. На серную кислоту переходим, коллеги. У меня останется время. Ну что ж, значит, у меня минут на 25 сейчас еще работает. Ничего, тогда я исправлю ошибки. Так, значит, презентация окислительные свойства концентрированной серной кислоты. Коллеги, из многих вариантов... Ну, строго говоря, коллеги, вы можете их ставить и не ставить по вашему желанию, если быть абсолютно строгими. Баланс, лишь бы число атомов слева равнялось число атомов справа и число отданных электронов у окислителя и восстановителя равнялось. Но это... Спасибо за этот вопрос, потому что сейчас я могу минуты 3-4 передохнуть и рассказывать, вам поделиться с вами вот этим опытом. Значит, есть целая группа уравнений. Целая группа уравнений. Если вы не поставите эту цифру 2 в уравнении баланса, то вам потом придется ее ставить, уравнить в молекулярном уравнении. Вам придется эти же самые цифры увеличивать множители в молекулярном уравнении. Вот одним из наиболее нехороших примеров это будет перманганат калия, сульфат двухвалентного железа и серная кислота, например. Вот напишите калий-марганес-О4 плюс феррум-СО4 плюс H2-СО4. Так вот, я по памяти просто назову вам цифры. Получается, что в балансе марганес принимает 5 электронов, а железо отдает 1 электрон. И уравнивающие множители будут 1 перед марганцовкой и 5 перед железом. Но когда я эти множители перенесу в молекулярное уравнение, то у меня справа сразу оказалось 2 атома железа. И я уже буду вынужден эти цифры изменять в молекулярном уравнении, что резко увеличивает вероятность ошибки, коллеги. Поэтому принципиально, да, вы можете написать, ставить, не ставить, это ваше желание. Есть дети, которые, наоборот, поставив эту цифру 2 ошибаются, а потом дополнительные цифры ставят. Это на ваше усмотрение. Но с точки зрения методики, я бы советовал уменьшить вероятность ошибки, и я бы советовал ее писать. Написать, потом просто внимательно переносить цифры. Внимательно переносить цифры. Но вот вы обратили внимание, что в книжке у нас, в заданиях высокого уровня сложности, раньше, когда я показывал, мы еще рекомендуем записать внизу суммарное уравнение вот этого электронного баланса. То есть умножить множители, подписать ее под чертой. То есть полностью перейти к воспроизведению уравнений метода полуреакции. Но поскольку за это оценку не ставят, а время это занимает, то сегодня в презентации я этого показывать не стал, коллеги. Но принципиально это было бы вполне неплохо. Давайте на презентацию вернемся. Теперь, коллеги, следующий кусочек, раздел. Окислительные свойства серной кислоты. Во многих очень пособиях. Почти во всех пособиях. Серную кислоту разбирают отдельно. Реакции концентрированной серной кислоты с металлами, с активными металлами, с малоактивными металлами. Явление пассивации отдельно разбирают. Отдельно разбирают серную кислоту с восстановителями, с неметаллами, со сложными веществами. Это, безусловно, абсолютно правильно. Но поскольку мы все-таки находимся на базовом уровне сложности, на базовом уровне изучения материала, то мы попытались в книжке задания высокого уровня сложности. Вот сейчас я вам показываю окислительные свойства серной кислоты и азотной кислоты разобрать на две большие группы. Серная кислота реагирует со слабыми восстановителями, и серная кислота реагирует с сильными восстановителями. Логика здесь следующая. Если восстановитель слабый, то он будет восстанавливать кислоту сильно или только чуть-чуть? Значит, мы и пишем, со слабыми восстановителями переходит сера в степень окисления плюс 4. Сильные восстановители, которые отдают электроны более легко, и число отдаваемых электронов, поэтому получается больше, могут переводить серу плюс 6, либо восстанавливать до сероводорода, сера минус 2, либо до простого вещества серы, сера 0. Значит, это уже будет зависеть, здесь придется доучивать химические свойства веществ, когда вы учите свойства веществ конкретные. Но в какой-то мере вот такой подход облегчает составление уравнений реакции. Слабый восстановитель – это все не металлы, это малоактивные металлы, то есть это металлы от цинка и от железа и вправо, и это все сложные вещества условно. Сильный восстановитель – это активные металлы, которые находятся у цинка или веоцинка, и некоторые сложные вещества. Коллеги, вот положение здесь очень, когда мы составляем эти уравнения реакции, оно очень тяжелое. В очень многих пособиях написано, что цинк будет при взаимодействии цинка с серной кислотой будет выделяться СО2, будет образовываться сера. Это правда. Это будет зависеть, сероводород, сера или СО2 будет зависеть от концентрации кислоты и от температуры. Поэтому какой продукт у вас будет образовываться, это нужно будет смотреть по контексту. Ну и теперь будем пытаться составлять уравнение, составлять первично образующиеся продукты с участием серной кислоты и вот такого набора веществ. Медь, магний, калий, бром, калий, йод, серная кислота с холодным сероводородом и кипящая серная кислота с сероводородом. Значит, начинаем работать с первым вариантом. Что? Так. Коллеги, я думаю, что... Значит, я буду отвечать только на конкретный вопрос. Значит, у нас в одном из заданий, в 30 тестах и в ЕГЭ, такая задача была. Я написал специально марганцовка, сульфид натрия и не помню, там вода, и вода, кажется, что-то было. И в продуктах, конечно, у вас уже гидросульфата не останется просто. Начинайте составлять уравнение. И если в какой среде вы его будете составлять, если вы его будете составлять в щелочной среде, то он у вас сразу отколется. А если вы будете составлять его в нейтральной среде, то у вас должно будет получаться марганец О2 и калий ОН, который всю эту гидросульфитную наболочку, ну, катионы водорода, все прореагируют с гидроксид ионами. Наверное, будет все-таки сульфат. Попытайтесь написать уравнение. Если оно получится, напишите на сайт, а потом мы его с вами обсудим. Я тогда отвечу вам в письме лично, но домой напишу вам. Хорошо, Тимуш? А, Максим. Звать Максим, фамилия Тимуш, извините. Трированная серная кислота также в разных средах реагирует по-разному. Коллеги, значит, будете смотреть на контекст. Вам будут указывать, реагирует в горячей серной кислоте, реагирует с выделением газа, с каким запахом. Обязательно, если вот в этом задании попадется, вам каким-то образом будет подсказка. Да, но алюминий все-таки активный металл, и хотелось бы его писать до сероводорода. Хотя, вы знаете, в некоторых пособиях в одном разделе написано до сероводорода, а в другом до СО2. Поэтому это, ну, я вам честно скажу, значит, это был 2006 или 2007 год. И меня заело, да, по-моему, я рассказывал уже об этой истории, и мне вдруг захотелось узнать, как пишут в Библии, то есть Некрасов, Реми, Глинка, то есть вот в таких учебниках, Ниницеско учебник, то есть те учебники, которые классические, которые много очень фактов приводят хороших. И я начал выписывать из них, в каких случаях, какой металл, как реагирует с азотной кислотой, в каких условиях. Коллеги, и конечным итогом было следующее. Жена стала вытаскивать меня из петли. То есть я понял, что свести все в одну рамочку, вот в такую, чтобы жестко рассказать коллеге, вот так, 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 не получается. Все время приходится слушать на контекст, обращать внимание на какие-то комментарии, которые еще есть в этой задаче. Ну, теперь вернулся все-таки на нашу презентацию. Также точно вначале разбираюсь с окислителем. Серная кислота. Медь – это малоактивный металл, это слабый восстановитель. Значит, из серной кислоты я получу СО2 плюс вода, а медь будет переходить в степень окисления плюс 2. Поскольку она была и окислителем, и средой, будет образовываться Купрум СО4. И теперь мы с вами составляем уравнение баланса и легко уравниваем эту реакцию. И так же точно, как я сказал, для того, чтобы объяснить, ребят, научить составлять уравнение с признаками, подписываю. Серная кислота – это бесцветное вещество, медь – металл красного цвета. Это СО2 – бесцветный газ с характерным запахом. И Купрум СО4 образует голубой раствор. Следующий пример. Пусть будет серная кислота с магнием. Значит, опять же, серная кислота – окислитель. Магний – это восстановитель, но активный, сильный восстановитель – это активный металл. Поэтому серная кислота будет восстанавливаться сильно либо до сероводорода, либо до серы в зависимости от условий. И магний перейдет в катионы… У него другого варианта нет. Катионы двухвалентного марганца в магний СО4. Ну и, соответственно, тогда мы получаем, после уравнения баланса, получаем вот такое молекулярное уравнение. И вот здесь, коллеги, как раз то, о чем я вам говорил. По балансу я поставил бы перед серной кислотой цифру 1, перед сероводородом цифру 1. Но когда я перенес катионы магния 4 и 4, то получилось у числа атомов серы справа 5 штук. И я изменил один коэффициент в этом уравнении. Перед H2SO4 поставил пятерку. Ну и дальше все здесь понятно. Пусть будет следующий пример. Этот пример, коллеги, очень показательный. Значит, смотрите. H2SO4 реагирует с калий бром. Значит, серная кислота – это точный окислитель. Но бром, бромид, анионы – это восстановители слабые. Поэтому серная кислота перейдет в SO2. А из калий бром мы получим бром-2 и калий-2SO4. Ну и когда составим уравнение баланса и молекулярное уравнение, получаем следующую картиночку. Значит, SO2 – это бесцветный газ с запахом. Бром-2 – темно-бурая жидкость с характерным, очень неприятным запахом. Коллеги, здесь важно что? Чтобы ваши дети помнили, что хлориды ионы концентрированной серной кислотой не окисляются. То есть способ при взаимодействии натрия H2SO4 концентрированной с калий-хлор, натрий-хлор, кальций-хлор-2, с любым хлоридом у нас будет выделяться газообразный H-хлор. Вот для этого я и привел здесь этих два примера. И следующий пример будет та же самая концентрированная серная кислота с йодистым калием. Значит, йодистый калий, йодид и ионы считаются сильными восстановителями. Поэтому серная кислота будет восстанавливаться либо до сероводорода, что наиболее часто, либо до серы. А йодид калия окисляется до йода и образуется в калий-2SO4. Образуется в калий-2SO4. Ну и теперь составляем уравнение электронного баланса. Вы видите, что здесь несложно его поставить. Составите схема та же самая. После того, как я перенес цифры из баланса в молекулярное уравнение, то я поставить вынужден был изменить цифру 5. И вот, отвечая на вопрос Максима, видите, если бы я не поставил здесь 2 йод, я написал йод минус 1, минус 1 электрон, получается йод 0. Это правильно. Я не имею права перечеркивать это решение. То есть цифры будут 1, 8. То есть цифру 8 вы бы получили. Но перед йодом-то вы должны были уже все равно дополнительно пересчитывать, ставить цифру 4 йод 2. Понимаете? То есть это все равно либо там, либо там пришлось бы делать дополнительные какие-то действия. И, наконец, последний пример, два последних примера. Разбираем концентрированная холодная серная кислота с сероводородом. Холодная серная кислота с сероводородом. Сульфид ион – это не очень сильный восстановитель. Поэтому из серной кислоты, холодной, концентрированной, мы получаем СО2 плюс вода. А сероводород будет окисляться до серы. И мы уравниваем легко и просто, уравниваем это уравнение. Мы получаем вот такие признаки проведения реакции. Бессветный газ с характерным запахом и желтый осадок. А с другой стороны, если мы будем окислять кипящей, концентрированной серной кислотой, то ее окислительные свойства усиливаются. Она-то все равно переходит только до СО2, потому что сероводород – слабый восстановитель. Но серая степень окисления минус 2 в кипящей серной будет переходить в СО2. Я преднамеренно написал отдельно продукты из окислителя, отдельно продукты из восстановителя, коллеги. Ну и теперь мы легко уравниваем эту реакцию, соответствующие коэффициенты ставим. Получаем вот такое молекулярное уравнение. Получаем вот такое молекулярное уравнение. Ну и дальше, если есть вопросы по этой презентации. Какой? Где? Так, давайте. Пишали. Коллеги, поступил вопрос, он не виден в чате. Как будет окисляться в кислой среде под действием перманганата калия циклогексилбензол? Циклогексилбензол. Как он будет окисляться в кислой среде? Ой, коллеги. Коллеги, ну это вопрос, понимаете, это совершенно, ну, по моим понятиям вопрос. Не знаю, зачем ребенку это понадобилось. Значит, поскольку ароматическая колечка к марганцовке в кислой среде устойчива, а все боковые цепи окисляются в кислой среде марганцов перманганатом калия до карбоксильной группы, то будет получаться из бензола получится бензойная кислота, а из циклогексанового остатка, значит, он раскроется, он раскроется, и будет 1,5-дикарбоновая кислота. До бензойной кислоты? До бензойной кислоты плюс 1,5-дикарбоновая, я не помню, как она называется. Не помню, как она называется. 1,5-дикарбоновая кислота? Нет, он просто может сам раскрыть. Раскрываете цикл, в цикле остается 5, значит, в циклогексане было 5 атомов углерода, один углерод останется в бензойной кислоте, и оставшиеся 5 атомов углерода вытянутся в цепочку, на атомах 1,5 образуются 2 карбоксильные группы. То есть и уравнять эту реакцию будет не тяжело, и продукт здесь не неожиданно, это вполне предсказуемый продукт, коллеги. Ну, мне так кажется, во всяком случае. Еще вопросы? К азотке идем к четверке, да. К четверке идем к азотке. Нет, циклогексан имеет 6 атомов углерода. 6 атомов углерода. Поскольку вы мне сказали, что циклогексилбензол, значит, нарисуйте, пожалуйста, ароматическое колечко, и к нему нарисуйте тоже колечко, но без связей, предельное колечко. Когда будет происходить окисление? Тот атом углерода, который был пришит к бензолу, он перейдет в бензойную кислоту, в карбоксильную группу. А вся оставшаяся алифатическая цепочка, она состоит из 5 атомов углерода. Ну, если вы говорите, чем я бы нарисовал, коллеги? А почему нет? А чем она плохая? Ты подумаешь о событии. Нет, коллеги, я так с плеча рублю, извините. А чем сложна эта задача? Ну, скажем так, получить такую фусечку совершенно не тяжело. Я вам напишу реакцию. Бензол плюс хлор-2 получается хлорбензол. Циклогексан плюс хлор-2 при облучении получается хлорциклогексан. Хлорбензол и хлорциклогексан прореагируют с металлическим натрием. Вы получите эту фуську. Потом вы ее окислите и подействуете на нее, ну, там, этиловым спиртом с получением сложного эфира. То есть, как раз задание и не очень сложное получить такую вещь. Оно вполне вменяемое. Коллеги, значит, возвращаемся назад. Значит, здесь у нас с вами азотная кислота. Значит, по той же самой схеме, коллеги. Вот здесь кто-то из женщин написал, здесь был комментарий, что да, а вот написано, все верно, идеально получается, нужно думать и решать, Ковалева Ирина Владимировна, нужно думать и решать каждый раз в конкретных условиях. Азотную кислоту, я так понимаю, что это относилось к азотной кислоте. Ну, хорошо, к серной кислоте все равно думать приходится. С азотной кислотой еще веселее. Честно говоря, конечно, конечно. Еще веселее. И точно так же мы разбили азотную кислоту на концентрированную и разбавленную слабый восстановитель и сильный восстановитель. И логика та же самая. Слабый восстановитель концентрированную будет переводить в NO2, разбавленную будет переводить в NO. Сильный восстановитель концентрированную будет переводить в NO2O, может быть, в NO2, редко-редко до NO. А разбавленную будет переводить опять в Н2О, в НС4, в НО3, может быть в Н2. То есть это уже нужно читать будет контекст, подсказки, которые имеются. К слабым восстановителям, так же точно, как и раньше, будут относиться неметаллы, средние и малоактивные металлы и сложные вещества. Активные металлы будут сильными восстановителями. Но вот тоже, коллеги, интересно, цинк реагирует с азотной кислотой с выделением, сконцентрированной, с выделением НО2. А с очень разбавленной, с образованием НС4 и НО3. Какой это металл, активный или малоактивный? Ну вот вопрос, что азотную кислоту, вот здесь все приходится немножко либо задумываться, либо дополнительные какие-то сведения знать. Ну и вот сейчас попытаемся составлять уравнение реакции азотной кислоты вот с таким набором веществ, используя тот прием, который сегодня я вам показываю. Ну не показываю, вы с ним знакомы, конечно. Значит, концентрированная азотная кислота. Медь слабый восстановитель. Концентрированная кислота со слабым переходит в НО2 плюс воды, и медь будет переходить в степень окисления плюс 2. После этого, когда составили продукты реакции, составляем уравнение электронного баланса, переносим коэффициенты в молекулярное уравнение и отмечаем признаки. Медь была красная, это был бурый газ с запахом, голубой раствор. Азотная кислота, концентрированная, коллеги, понимаете, там тоже можно сказать, что она имеет красный цвет, можно сказать, что она окрашена в желтый цвет, но она окрашена в вещества за счет того, что в ней всегда присутствует НО2. Пусть будет концентрированная азотная кислота реагирует с кальцием. Значит, из азотной кислоты, поскольку кальций сильный восстановитель, я мог получить либо НО, либо Н2О, но я выбрал Н2О. Вода и из кальция получаем кальций НО3 дважды. Тогда подбираем коэффициенты и составляем уравнение реакции. Н2О – это веселящий газ. Ну и отметили азотная кислота, окислитель за счет азота и кальций восстановитель за счет кальция в степени окисления 0. Следующий пример, коллеги. Азотная кислота с сульфидом натрия. Азотная кислота у нас и окислитель. Поскольку сера – это средний, не сильный восстановитель, то в концентрированной будет образовываться НО2 и водичка. Сера перейдет, может перейти в серу 0. И натрий тогда свяжется с ионами среды. Тогда составляем уравнение баланса. Вначале составили уравнение баланса и составили молекулярное уравнение. Указали признаки протекания этой реакции. Признаки протекания этой реакции указали коллеги. Теперь переходим к нескольким примерам с разбавленной азотной коллеги. Но все равно нужно учить химические свойства. То есть, вот так красиво, как я сейчас рассказываю, конечно, на ЕГЭ не получится. Обязательно нужно знать химические свойства металлов, азотной кислоты. Все эти примеры, их надо разбирать. Азотная кислота со слабым восстановителем, разбавленная, должна восстанавливаться до НО. Из азотной кислоты мы получаем НО плюс водичка. Медь переходит в степень окисления плюс 3, то есть к упрум НО3 дважды. Составляем уравнение баланса, переносим в молекулярное уравнение и уравниваем его. Указываем окислитель и восстановитель. Следующий пример. Азотная кислота с индексом очень разбавленная, с очень активным металлом. Значит, азотная кислота, очень разбавленная, будет переходить в НО4НО3. Азот степени окисления минус 3 плюс вода. Магний, у него единственная степень окисления плюс 2, будет переходить в магний НО3 дважды. И теперь переходим, ну, составляем уравнение баланса, здесь совершенно не тяжелое задание, и уравниваем эту реакцию. Коллеги, вот я хочу обратить ваше внимание на следующий нюанс. Вот здесь стоит цифра 10. Поэтому, ну, лично я через раз продолжаю писать 5 перед водой. То есть допускаю ошибку. 4 атома водорода в соли аммония, и тогда остается только 6 атомов водорода перед молекулами воды. И, наконец, по-моему, последний сегодня пример, про азотную кислоту, последний пример. Ну, просто эта реакция, она есть, попадалась несколько раз, похоже, в тестах ЕГЭ, поэтому я ее и привожу. Значит, азотная кислота концентрированно реагирует с йодом. Из галогенов только с йодом. Значит, йод-восстановитель слабый, поэтому азотная кислота перейдет в НО2 плюс вода. Но йодид-ионы окисляться будут до йодат-ионов. И образуется H-ЙО3, йод-степень окисления плюс 5. Ну, штучная реакция. Поэтому теперь мы составляем уравнение баланса и легко уравниваем эту реакцию. Признаками здесь будет. Был темный, было вещество темного цвета с характерным запахом, выделяется бурый газ с запахом, но это все бесцветные вещества, коллеги. Ну, по этой презентации у меня все. Есть вопросы или нет? И последняя, пятая, пятая. Ну, о книгах напомню, конечно, коллеги. Значит, ну, это книги для подготовки. Вы понимаете, что я начинаю каждый раз небольшую рекламную акцию. Ну, честно говоря, книжки не очень плохие. Вот, и теперь переходим на окислительные свойства соединения железа плюс 3. Значит, железо плюс 3 может переходить как окислитель в две степени окисления. Он может переходить, реагируя с восстановителями в железо плюс 2. Это будет реакция с едид ионами, с сульфид ионами, с серой в степени окисления плюс 4 и с металлами от железа вправо. То есть само железо будет реагировать, само железо будет реагировать с железом, с образованием соединения двухвалентного железа. И, наконец, с более сильными восстановителями я могу перевести его и до железа 0, но только при более высоких температурах. Реакция протекает по стадиям. Вначале будет получаться феррумо, а только потом, там, или двухвалентное железо, а потом только простое вещество. С коксом может такое произойти. Может произойти с угарным газом и может произойти с металлами более активными, чем железо, коллеги. Но восстановление может происходить по стадиям, как, например, в доменном процессе. Ну и вот поэтому теперь я привожу вам, ну, хочу разобрать сейчас вот эти примеры и указал температуру 800 градусов. При этой температуре уже точно железо, ну, трехвалентное железо восстанавливается до простого вещества. Значит, железо из степени окисления плюс 3, как окислитель, при этой температуре переходит в нулевую степень окисления. Углерод из степени окисления плюс 2 дает электроны, переходит в плюс 4. Мы легко уравниваем эту реакцию. Легко уравниваем эту реакцию. Я обязательно указал температуру, коллеги, потому что при более низких температурах, ну, могу написать такую реакцию, могу и до феррумо. Следующий пример. Пусть будет феррум 2О3 растворяется в йодистоводородной кислоте. Железо плюс 3 с ядит ионами переходит в степень окисления плюс 2 плюс водичка. Ядит ионы из степени окисления минус 1 переходят в степень окисления 0. Поэтому продукты реакции будут феррум-йод-2, йод-2 и водичка. Но реакция очень легко уравнивается. Признаки. Было бурое вещество, твердое вещество бурого цвета. Аж йод был прозрачный раствор. Образовался осадок темного цвета с характерным запахом. Вот реакция, которая растворение металлов в растворе феррум-хлор-3. Железо как окислитель, железо плюс 3 как окислитель, окисляет металлы от железа, менее активные металлы. Само железо и все металлы, которые в ряду активности находятся вправо. Образуется феррум-хлор-2 и купрум-хлор-2. Реакция очень легко уравнивается. Реакция имеет... Это был бурый осадок, это стал красный осадок. И купрум-хлор-2 образуется раствор голубого цвета. До него мы цвет не увидим. Значит, коллеги, вот эта реакция в настоящее время лежит в основе практически 90% всех современных компьютерных ИТ-технологических вещей используется с этой реакцией. Она используется для изготовления радиомонтажных плат. Все монтажные платы, травление всех плат, которые осуществляются, это сим-карты, это материнские платы, это всевозможные разъемы, которые есть, осуществляются, как правило, с использованием этой реакции. В крупном масштабном, в промышленном масштабе, конечно, но именно с использованием этой реакции. Нет, не последний, по-моему. Вот феррум-хлор-3, трижды, пример. Будет реагировать с железом. Значит, он окисляет свободное вещество железа, сам приходит, поэтому степень окисления плюс 2. И простое вещество тоже переходит в степень окисления плюс 2. То есть тогда мы получаем уравнение. Два феррум-хлор-3, трижды, раствор плюс железо. Образуется три моль нитрата двухвалентного железа. Значит, эта реакция тоже используется для отравления различных изделий. И, наконец, по-моему, сегодня, нет, еще будут реакции. Значит, феррум-хлор-3, соединение трехвалентного железа, могут окислять соединение серы в степени окисления плюс 4. При этом железо переходит в степень окисления плюс 2, а соединение серы плюс 4 переходит в степень окисления плюс 6. Поскольку реакция идет в растворе, то я записываю формулу образовавшегося вещества H2SO4, ну и, наверное, у меня остаются лишние атомы хлора. Здесь было хлора-3, а здесь, значит, остался лишний атом хлора. Составляем уравнение баланса. И уравнивается реакция после того, как мы перенесли коэффициенты из баланса. Она уравнивается очень легко. Образуется, ну вы видите, феррум-хлор-2, соляная кислота. В растворе серная кислота. Ну и, наконец, последняя реакция. Последняя. Да, сегодня это последняя реакция. Феррум-хлор-3 реагирует с нейтральным раствором натрий-2С. Коллеги, значит, железо плюс 3 переходит в степень окисления плюс 2. Сера в степени окисления минус 2, как восстановитель, переходит в степень окисления 0. Что здесь происходит? В нейтральной среде образуется сульфид железа феррум-С, который нерастворим в воде. Поэтому мы написали формулу феррум-С. И когда мы будем уравнивать эту реакцию, вот уравнение баланса, переносим цифры, образуется осадок из двух веществ, и в растворе остается хлорид, ну в данном случае остается хлорид натрия. Пожалуйста, коллеги, есть ли есть вопросы? Ну если выучить, коллеги, конечно, все не так сложно. Вы знаете, коллеги, когда-то, ну я уже был достаточно большой, первый год я работал в Риште, и у нас там был преподаватель, он был еще участником Великой Отечественной войны, Виктор Акимович. И вот что-то студенты подошли и начали задавать вопрос. И задавали вопрос ему. И вот он с такой элегантной легкостью уравнял окисительно-восстановительные реакции, ну вот прямо вот в уме. У меня от зависти, ну вроде бы я моложе, казалось бы тоже сравнительно грамотный, мне аж завидно стало. Он поворачивается, Ковальцов Виктор Акимович, поворачивается и говорит, Владимир Николаевич, не волнуйтесь, через 30 лет и вы будете тоже так уравнивать. Коллеги, и вот то, что я сейчас вам рассказываю, да, это через 30 лет я тоже стал так уравнивать. Во всяком случае, точно вам скажу, совершенно честно, вот как на исповеди, реакцию разложения перманганата калия при нагревании на калий-2, марганец-О4, марганец-О2 и кислород я выучил наизусть с коэффициентами, когда перешел работать в школу и в восьмом классе провел вначале 4, нет, 8 уроков, потом 4 лабораторных работы, потом контрольную работу, и потом еще ко мне приходили сдавать хвосты. Я ее выучил до зубной боли, эту реакцию. Коллеги говорят, конечно, когда ты выучишь, то все становится не таким сложным. Еще вопросы, пожалуйста. Это была неорганика? Хорошо, коллеги. Значит, мы будем делать цепочки. Я вам покажу этот прием. Вы можете, в принципе, взять его... Хорошо, я покажу этот прием, сделаю этот прием, чтобы дети могли работать вот прямо сейчас. Нет, ну сейчас не покажу сегодня, его надо показать. Давайте на следующий раз тогда, хорошо, независимо от того, какой будет вебинар, я 10 минут потрачу на этот вопрос. Значит, смотрите, коллеги... ОВР с органикой, начать с ОВР с органикой. ОВР с органикой. В среду перед вебинаром. Значит, следующий наш вебинар запланирован на 14 февраля, и тема принципы решения расчетных задач по неорганической химии. Начнем 10 минут ОВР по органической химии. Хорошо, вот, да, ждем органику, видимо, это наболевшая тема. И там здесь был еще вопрос, достаточно ли выучить только эти схемы. Коллеги, понимаете, там же ведь есть и другие окислители. Я единственное, что не могу сказать, вот как говорят, добрый сейчас сказать, худой промолчать. Значит, там есть другие окислители. Есть хлораты, есть манганат, калия вам могут предложить. Могут предложить тот же самый сульфид натрия. Поэтому схема, ну, в конце всех презентаций есть еще эти схемы. Есть перекись водорода как окислитель, ну, с ней попроще, конечно. Значит, коллеги, если положиться на авось, то, может быть, и хватит. Ну, а если готовиться по принципу, который сказал мне мой отец, когда я готовился поступать, ты можешь случайно получить на полбала меньше, чем ты готов. Вот если ты хочешь получить пять, то ты должен готовиться на пять с половиной. Если ты рассчитываешь на тройку, то, да, этих схем достаточно. Вот каждый примеряет на себя одеяло так, как он настроен, коллеги. Понимаете? И учтите еще, что на экзамене всегда есть элемент, с одной стороны, везения, а с другой стороны, элемент страшного мандража. Когда ты волнуешься, из тебя что-то выскакивает. Но схемы, вот которые здесь есть, схемы, да, конечно, эти, безусловно, выучить. И когда вы скачаете презентации, там есть еще несколько схем, обязательно их тоже выучить, конечно. Спасибо, Владимир Николаевич. Вот Артемий Серов задает вопрос. Зависит ли от восстановителя в трехвалентном железе, каким оно станет? Конечно, коллеги. Мы же написали, я же написал с вами, железо плюс 3, окислитель для четырех частичек. Для йод минус 1, для серы минус 2, для серы плюс 4, для металлов от железа вправо. Если вы возьмете цинк, возьмете алюминий, то они будут восстанавливать железо просто до железа, потому что они будут проскакивать все эти промежуточные стадии. Понимаете? Так, конечно, зависит. А продукты будут определяться. Вот я написал сегодня реакцию с натрий-2С, у нас в осадок, как мы написали, образовалась феррум-С. А если бы я пропускал сероводород, вот молодой человек, который задал вопрос. Да. Что бы образовывалось? Железо-то все равно бы перешло в железо плюс 2, и сера перешла в серу в 0. Был бы у меня осадок феррум-С или не был? Вот вам и загадка. То есть то, что вы должны, зная эти восстановители, вы все равно должны правильно написать уравнение реакции. Вспомнить, что феррум-С, который образовался, будет растворяться в растворе соляной кислоты. То есть осадка у меня, если я буду пропускать через феррум-хлор-3 сероводород, осадка образовываться черного цвета, феррум-С не будет. Коллеги, но это уже вот то, что называется второй, ну какой-то уровень изучения материала. Коллеги, еще вопрос? Владимир Николаевич, вопросов нет. Вот есть вопросы по поводу материалов и презентации. Отвечаю, что презентация и видеозапись будут размещены сегодня на нашем сайте, на странице вебинара, чуть позже. А сертификаты будут отправляться в понедельник, 20 января, и рассылка будет длиться в течение суток. Владимир Николаевич, я предлагаю сейчас еще раз продемонстрировать книгу, нашу новинку, которая вышла уже в печать. Это ступенек ВПР восьмой класс. Коллеги, вот тем тренинг. Вот книжечку, коллеги. Значит, это ступенек ВПР. Значит, там достаточно много вопросов. Просто я недавно пересматривал учебник Габриэляна. Учебник-то, конечно, очень хороший для восьмого класса. И задания там есть. Но число упражнений для выработки устойчивых навыков, к сожалению, там не... Мне кажется, что недостаточно. Когда я работал в школе, я всегда загружал детей побольше упражнениями, чем приводилось и в Рудзитисе, и в Габриэляне потом, когда по нему работали, по книжкам. Значит, вот я показал это ступеньки к ВПР, коллеги. Поэтому в ней и ОВР, есть и расчетные задачки. Ну, то есть, вот я сейчас покажу. Вот оглавление, если увидим. Если увидим оглавление. Нет, его не видно, конечно. Но я прочитаю. Устроение атома, химическая связь, классификация, свойства основных оксидов, свойства кислотных, свойства амфотерных, свойства щелочей, свойства нерастворимых, свойства кислот, свойства солей, диссоциация, ионные уравнения, ОВРы, массовая доля в соединении, массовая доля вещества в растворе, и расчетные задачки по химии, коллеги. Вот разделы, которые там есть, и меньше 15 упражнений нигде не приводятся. Ну, вот здесь есть комментарий, Марина Александровна Федотова уже приобрела такую книгу и делится впечатлениями, отлично я пользуюсь. Владимир Николаевич, и давайте напомню, что сейчас поступили при спецификации по ВПР в восьмом классе, по химии, и мы сейчас начинаем активно писать эту книгу. Книжка, она выйдет из печати в районе 15-20 февраля, коллеги. 15-20 февраля, ну, вот как раз сейчас ее уже и делаем. Раз вчера вышло, то есть часть возьмем вот из книжки, ну, в общем, как это делаться будет, я вам, как раз, чтобы она позволила вашим детям немножко потренироваться. Ну, потому что, вы знаете, я вчера читал спецификацию, у меня зашевелились волосы. Так страшно, страшно. Страшно, страшно. Там написано, значит, в качестве вот то, что ребенок должен, 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 и потом написано. Должен определять опасность, экологическую опасность использования химических веществ. Коллеги, я не знаю, сколько нужно учить ребенка, чтобы он этому научился. Вот я лично сегодня, если вы мне напишите формулу какого-то вещества, даже неорганического, я кроме поваренной соли и соды, не возьмусь определять его экологическую опасность. А на самом деле, даже и сода чертовски опасна, потому что она подчелачивает водоемы, ну, а мы-то это, в восьмом классе этого мы не знаем, поэтому как составители так записали требования к знаниям учащихся, я не очень понимаю, но такая фраза есть. Мне она очень понравилась. То есть уже начиная с восьмого класса нужно быть все время наготовен. Это называется компетенцией подход. То есть я еще не знаю чего-то, но компетенцией такой я уже обладаю. Вот Ольга Владимировна интересуется, где можно взять эту спецификацию. На сайте ФИОКО, коллеги, федеральный институт... значит называется сайт ФИОКО. Федеральный институт Качества оценки образования. Федеральный институт оценки качества образования. ФИОКО. Ну, когда посмотрите, там есть, только там нужно будет найти ВПР 20-го года, потому что открываешь ВПР 19-го года, они там не открываются. Можете посмотреть, конечно, там она вполне вменяемая презентация, ну, демоверсия вполне вменяемая. Так, Артемий Серов задает вопрос, а что с разложением нитрата железа-2? А что с разложением? А я не знаю. Уточните вопрос, пожалуйста, Артемий. Нет, я понимаю, что... Вы поняли вопрос? Я понял вопрос, просто я никогда такую реакцию не писал. Коллеги, я думаю, что реакция будет очень сложной. Почему? По хорошим, по горячим бы следам я написал, что образуется феррумой, но 2 и кислород. Потом бы я эту реакцию уравнял, то есть так, как у ПРМО-3-2, выравнял бы эту реакцию, а потом бы написал реакцию феррум О плюс НО2, феррум О плюс НО2, или феррум О плюс О2, да феррум 2О3. И поэтому продукты, какие там образуются, я сказать не смогу. Понимаете? И в добрый час сказать, вот так, как выступал недавно Дерягин, то есть со временем, сегодняшний председатель комиссии по разработке ЕГЭ, мы не ставим задачей детей закопать, это его слова были, мы ставим задачей, чтобы дети разбирались в тех уравнениях, которые мы все-таки в школе учим. Но вот как вы сможете написать о кисти, чем? Феррум О2 будете окислять, или кислородом, я не берусь. А вот смотрите, в комментариях Медведева феррум 3О4. Коллеги, значит, я еще раз повторяю, что если бы я писал реакцию, я бы написал вначале так как у премиона 3 дважды, а потом бы начал ломать голову, до чего будет окисляться феррум О и кем. Понимаете? Я бы написал, да скорее всего написал бы до феррум 3О4, это правда. Но каким веществом он окислялся? Кислородом или НО2, это знает только Господь Бог. Понимаете? Строго говорят. Потому что окислители 2, и оба окислителя должны с этим веществом реагировать. Поэтому, молите Бога, чтобы такое уравнение вам не попалось на ЕГЭ. Владимир Николаевич, больше вопросов не поступает, только благодарности. Вот не унимается Юлия Рябова. Кислород выделяется? Значит, я еще раз говорю, что если бы я писал, я бы брал как цинк ИНО3 дважды, 2 цинк ИНО3, значит будет уравнение такое 2 феррум ИНО3 дважды, разлагается на 2 ИНО2, на 2 феррум О, плюс 4 ИНО2, плюс О2. После этого составлял бы второе уравнение. Феррум О, плюс О2, получится феррум 3, О4. После этого составлял бы третье уравнение, потому что я не могу пропустить ИНО2. феррум О, плюс ИНО2. Я бы писал, получится опять феррум 3, О4, плюс по всей видимости либо ИНО, либо ИНО, еще не знаю кто. Понимаете? Вот если вы сможете собрать все это в единую раму, собирайте ради Христа. Принцип такой и есть собирать, только, ну, собрать ее можно в единую раму. А вот продукты должны быть какие-то такие. Будет ли выделяться ИНО или Н2О, либо ИНО, либо Н2, если выделяться, я не могу вам сказать. Поэтому составить вот такое уравнение в одну рамочку, ну, достаточно тяжело. Она уточняет, что это было задание 33. В органике такое задание 33, это не может быть. В органике 33, это органическая цепочка, коллеги, 32 еще могло быть, а 33 уже точно не могло. Коллеги, ну, что, наверное, давайте заканчиваем. Обращайтесь.